я считаю что это очень очень нужный вообще предмет то мы бы хотели чтобы нам об этом рассказали наши сверстники и родители получается сами даже стесняются и не знают это в общем то приведет к плачевным последствиям обязательно нужно разговаривать со своими детьми половое воспитание в общем смысле этого понятия это система мер по гигиеническому и гендерному воспитанию ребенка то есть на самом деле половое воспитание это то как ребенку мальчику например стать мужчиной а девочки женщины но если мы будем говорить о половом воспитании в системе образования то это некий такой курс который вводит в ребенка в ну в этот вопрос на самом деле его ввели вообще этот закон уже принят 19 лет я помню что я в свое время когда закончила институт я пошла работать в лицей и уже в то время у нас был предмет семейное воспитание который как раз таки возлагался в общем то на плечи психолога и мы должны были психологи должны были объяснять молодым девушкам и юношам что такое семейная жизнь постепенно вводить их в нее в эту семейную жизнь ну и в том числе вопросы полового воспитания входили в этот курс но я вот прочитала новость что с 12 ноября данный курс вводится уже в во все учебные заведения начиная с детских садов и заканчивая высшими учебными заведениями я считаю что это очень очень нужный вообще предмет потому что было проведено исследование стран есть у нас такие несколько организаций в мире которые как раз таки занимаются вопросом полового воспитания одна из них это организация всемирная организация здравоохранения воз есть еще отдельные организации по семейной жизни и также есть организация именно вот по просвещению полового воспитания они провели исследование и выяснили что самые неблагоприятные в этом вопросе страны это те в которых этого предмета просто нет на самом деле этот предмет появился в 30-х годах еще прошлого века и появился он в швеции потому что там забили тревогу из-за высокого уровня заболеваний ранних беременностей решили что такой предмет нужен из того момента он распространяется по всему свету и получается что тех странах где он уже существует давно ситуация с этим вопросом среди особенно молодежи состоит наиболее благоприятным образом но опять же расскажу историю про ту же швецию то есть там вопрос был не только в заболеваниях в ранних беременностях но еще и в том что провели опрос уже получается взрослого населения выяснилось что очень много семей в которых 6 и более детей и это взрослые люди когда спрашивали у таких семей ну как бы вы хотите еще детей вы хотели столько детей вы их планировали выяснилось что взрослые люди совершенно ничего не знали вообще о средствах контрацепции планирование семьи и так далее получается что такая высокая рождаемость детская была она случайным образом просто так получалось и вот люди решили что раз уж ну так вышло будем рожать вот пожалуйста пример того когда системы полового воспитания в стране не было вообще то есть люди бессистемно хаотичных грубо говоря просто увеличилась рождаемость это вот только одна сторона дела мы уже не затрагиваем такие в общем-то ужасные последствия как всяческие заболевания ранние беременности а также насилие которое на самом деле существует сплошь и рядом особенно в тех местах и с теми даже детьми которые ничего не знают о половом воспитании о том что можно что нельзя как сказать нет и так далее поэтому на самом деле это необычайно важный вопрос и если его не поднимать и ничему не учить ни детей не взрослых то это в общем-то приведет к плачевным последствиям ну на самом деле вы знаете это сейчас такое нововведение но немножко людей пугает возможно потому что они мало о нем знают на самом деле половым воспитанием заниматься абсолютно все родители хотя бы даже в тот момент когда приучают ребенка горшку потому что на самом деле вопрос и гиены также входят вот в систему полового воспитания таким образом получается что ну во сколько лет родители начинают приучать детей гигиене ну с года с полутора и получается что сами того не ведая люди повсеместно вот абсолютно все родители ну и даже просто человек который не является родителем он уже тем или иным образом знает что такое половое воспитание него есть свои определенные привычки нормы правила понятия просто он не знал что это общим термином можно назвать половое воспитание поэтому введение такого ну скажем так предмета но я не думаю что в детском саду вот прям деток будут сажать и говорить вот сейчас у нас урок полового воспитания нет детей так и так приучают горшку какой-то гигиене рассказывают им о частях тела это же тоже и есть одна из одни из вопросов полового воспитания прежде чем рассказывать ребенку об отношениях между мужчиной женщины ему хотя бы нужно даже рассказать о частях своего тела но вот я как детский психолог нередко сталкивалась вот с такими вопросами у родителей которые приходили вместе с детьми и говорили что я не знаю как мне реагировать когда ребенок маленький двух-трехлетний просто подходит в зеркало и спрашивает а что это да показывая на какие-то свои половые органы и родители получается сами даже стесняются и не знают как ребенку но просто сказать что это вот часть твоего тела но я тогда как бы задавала всегда вопрос что когда вы учили детей частям тела рассказывали о том что есть голова ручки ножки носик животик вы же не приходили в такой ажиотаж и в смущении потому что ну это такие более социально удобные скажем так части тела но для ребенка разные нет различий между скрытыми и открытыми частями тела это такая же такой же орган такая же часть его организма и ему просто интересно что это поэтому маленьким детям можно точно также просто совершенно спокойным ровным голосом рассказать что это такая же часть тела как вот и твои другие и так далее поэтому конечно у каждого возраста есть свои ограничения по информации что говорить как говорить какими терминами что показать от чего стоит пока воздержаться это возможно рассказывать будет нужно чуть позже главная трудность в преподавании любого предмета это дезинформация или отсутствие информации вот это самая сложность с которой стала самая большая сложность которой будут столкнуться как педагоги так и сталкиваются родители в своей вот в повседневной в обычной жизни когда просто человек теряется и не знает что сказать это вот первый момент следующий вопрос в том что кто как каким образом в каком формате будет этот предмет например преподавать системе образования например старших классов если вот с маленькими детьми там на самом деле все намного проще потому что очень много уже сейчас такой литературы именно для маленьких детей где в очень такой доступной игровой веселой форме какие-то на какие-то вопросы даются ответы из маленьких детей глубоко в этот курс можно не вводить но чем старше становится ребенок тем более интимными глубокими становятся вопросы на ответы и здесь очень важный момент в какой атмосфере и кто рассказывает это детям поэтому конечно если правильно объяснить просветить научить этому наших всех взрослых я думаю что тогда донести это до молодого поколения не будет предоставлять представлять никакой сложности ну у меня на его для ответа на этот вопрос тоже есть статистика тоже проводился опрос вот такие вот этим всемирными организациями спрашивали детей спрашивали взрослых как бы вы хотели чтобы кто преподавал вам предмет полового воспитания в общем школьники старших классов и ну и юноши с девушками 60 процентов всех опрошенных сказали что мы бы хотели чтобы нам об этом рассказали наши сверстники на втором месте по ответом там уже были какие-то специалисты и педагоги и на последнем месте родители потому что это вызывает смущение дискомфорт у подростков разговаривать на такую тему с родителями когда опрашивали родителей они сказали что также около 60 там плюс минус процентов что мы бы хотели сами рассказывать ребенку про то что такое половое воспитание и водить его туда как-то вот дальше они сказали что конечно на втором месте также стоят какие-то профессионалы учителя психологи просветители масс-медиа и так далее сми ну и на последнем месте по количеству ответов чтобы подростки или юношу с девушками узнавали об этом сами но когда речь дошла до практики выяснилось что родители которые собирались все это сделать своими руками на деле в большинстве случаев все-таки просят профессионала со стороны поговорить их с их ребенком правильно это до них донести то есть на самом деле родители хотели бы обсуждать эти вопросы со своими детьми объяснять им что и как но по факту когда они с этим сталкиваются в реальной жизни они часто пугаются этой ответственности и привлекают помощь извне со стороны вот если говорить например именно о возрасте подростков то конечно подростки больше доверяют тем кто к ним ближе по возрасту но так устроена скажем так их психологии потому что в подростковом возрасте общение со сверстниками ну или с людьми которые по возрасту не слишком далеко ушли от их выходит на первый план и уже авторитет взрослого то есть человека который старше их намного он немножко теряет свою актуальность отходит на второй план также это еще связано с тем что для подростков очень важна социальная сфера то есть быть в группе в какой-то принадлежать этой группе и в этой группе иметь определенный статус поэтому теоретически конечно чем моложе будет преподаватель тем подросткам будет проще расслабиться задавать вопросы и воспринимать эту информацию но все-таки нельзя сказать что человек более взрослого возраста никак не может этот предмет вести конечно может здесь на первый план выступает даже не возраст педагога или психолога и даже не его образованность в этом вопросе атмосфера которую он может наладиться студентами или учениками если он может смог или наладить эту атмосферу такую доверительную и расслабленную когда молодые люди чувствуют что их не осудят что примут что ответят на все их вопросы без морализации какой-то демагогии или критики или агрессии в таком случае они воспримут педагога абсолютно любого возраста пола расы и вот и так далее и так далее я думаю что в первую очередь всем родителям нужно повышать уровень знаний по вопросу полового воспитания сейчас во многих странах появились специализированные сайты разработаны очень грамотными людьми педагогами психологами медиками социальными работниками которые разрабатывают и эти сайты выкладывают на них видео статьи публикации рисунки и так далее которые помогут родителям не только повысить качество своих знаний но и более правильно и в нужном русле скажем тогда разговаривать об этом со своими детьми то есть если родитель взрослый не хочет не может каким-то образом например пойти куда-то там да или узнавать у кого-то спрашивать учиться этому он может это сделать самостоятельно сейчас для этого есть очень много интернет ресурсов причем уже и на русском языке то есть если когда-то людей останавливал языковой барьер то есть еще когда я сайт на английском более-менее он был доступен то сейчас так вообще этого барьера больше не существует потому что уже в россии существует несколько сайтов где можно повысить свою образованность по этому вопросу что касается преподавания этого предмета в школе то наша система образования в общем она предполагает достаточно большую открытость и компактность с родителями то есть я больше чем уверена что родители даже в государственных школах не говоря уже о частных там где всегда пойдут навстречу родителей предоставляют зачастую всю интересующую родители информацию также можем уже могут они пригласить преподавателя например администрацию и задать их им интересующие их вопросы попросить возможно какие-то учебные планы какие-то тексты конспекты то есть если этот вопрос родители интересуют я думаю что они всегда смогут найти какие-то возможности чтобы на них ответить на западе между этими двумя терминами нет никакой разницы то есть для них половое воспитание половое просвещение это единый вопрос единый предмет единая систем у нас в нашей культуре все-таки делят эти два вопроса к вопросам полового воспитания относят вопросы физиологии гигиены и гендерные вопросы то есть как помочь детям ну как я уже говорила вначале мальчиком стать мужчинами а девочкам женщинами то есть как должны себя вести мужчины женщины какие нормы правила они должны соблюдать как какую ответственность на себя возлагать обязанности и многие-многие другие вопросы вопросам полового просвещения относят вопросы о сексе о физиологии уже более взрослых молодых людей то есть об изменяющихся особенностях организма появление каких-то новообразований в организме подростка или юноши о планировании семьи о заведении отношения контрацепции о семейной жизни и о многом о любви и о многом-многом другом то есть вот все таки у нас пока эти два термина вот так разделяются между собой то есть можно сказать что для детей скажем до подросткового возраста это будет предмет полового воспитания а с подросткового возраста и выше это будет уже вопросы полового просвещения на западе просто как я уже говорила этот предмет он существует уже около ста лет и они уже к этому предмету относятся очень легко и естественные для них нет необходимости как-то это разграничивать между собой не по возрасту не по моральным каким-то соображением для них это все нормально едино и они не видят в этом ничего не предрассудительного не постыдного не запретного а считают что это такая же часть нашей жизни как и все другие и что для здорового молодого поколения этот вопрос просто вот крайне важно и необходимо поднимать самых ранних лет если говорить непосредственно вопросе личных границ то личные границы у ребенка начинаются с 3 лет с рождения у ребенка личных границ нет и быть этого не может потому что он непосредственно очень близко тесно всеми всевозможными слоями своей жизни моральным духовным психологическим физическим физиологическим каким угодно связан в первую очередь с матерью ну и во вторую очередь семьей какие там уж личные границы у младенца они ему не нужны он хочет наоборот очень и очень тесной связи хочет ближе к телу да простите уж за такое громко сказанное слово но дети маленькие все время хотят быть на ручках спать с родителями быть возле родителей а вот в тот момент когда ребенку исполняется ну плюс минус полгода около трех лет так называемый кризис трех лет что он из себя представляет это то самое проведение личных границ и этот кризис самые трех лет начинается с того момента когда ребенок впервые сказал я сам я я сам потому что до этого момента дети также как вслед за взрослыми частенько говорят о себе не я а мы ну то есть они же привыкают мамочки же молодые любят говорить ой мы сегодня покушали ой мы сегодня так хорошо поспали и дети вот это мы воспринимают тоже себя и вот своих вот близких первую очередь маму и папу как единое целое а вот личные границы начинаются в три года когда ребенок говорит все я сам это я это вы это ты а это я сам тогда начинается вот как раз таки постройкой проведения тех самых личных границ что вызывает очень много вопросов тоже у родителей они удивляются куда делся наш милашка почему он стал сейчас такой упрямый капризный что нам с ним делать а вот так вот они выглядят личные границы когда ребенок хочет уже свое мнение навязывать отстаивать продвигать его и вот это может вызывать вот небольшие такие споры и как раз таки вот с этого самого момента вот примерно как я уже говорил около трех лет и можно начинать рассказывать ребенку как один из вопросов полового воспитания что можно допускать и принимать относительно себя и от кого а чего делать уже нельзя потом в этот же период уже можно рассказывать ребенку о том что есть ну допустим те же предметы одежды те которые мы можем скажем демонстрировать всем то это верхняя одежда есть например нижнее белье которое ну как-то вот не рекомендуется публично да вот при всех при других людях детках так как-то открыто демонстрировать то есть вот уже какие-то такие нормы поведения уже начинают увидеть родители это то же самое объясняют своим детям уже начиная примерно с трех лет и примерно к пяти годам ребенок действительно уже должен очень хорошо понимать что есть свои есть чужие что можно что нельзя скажем что позволять дотрагиваться например ну даже скажем каким-то взрослым но не рад не родным до каких-то частей своего тела можно до ручки например да по голове можно погладить а до каких-то уже можно сказать нет и чем старше становится ребенок тем больше и он должен понимать что где заканчиваются начинать его личные границы и чем тверже он должен уметь говорить нет если он чувствует что его личные границы нарушаются ну здесь очень много будет зависеть от того какого возраста все-таки ребенок который вы застали за просмотром видео для взрослых потому что я знаю такие случаи когда это бывало и в пять лет и старше ну то есть естественно чем младше ребенок тем меньше в этом была осознанность и это скорее всего была случайность потому что иногда бывает на компьютере какие-то вирусные видео это происходит совершенно независимо там от желания самого ребенка он просто включил компьютер а там это видео идет и вот он это все увидел но тем старше становится ребенок тем больше вероятность того что это уже его собственное любопытство интерес там ну или какая-то воля до что он все-таки какие-то усилия приложил чтобы до этого видео добраться получается у детей до примерно подросткового возраста данный момент сейчас подростковым уже считается возраст начиная с 10 11 лет то есть если в свое время раньше подростками считались дети от 13 лет и старше то сейчас уже в своем развитии дети так ну скажем уже ушли вперед что уже сейчас и 10 11 летнего ребенка мы считать можем подростку то есть до подросткового возраста все-таки у детей как таковой сексуальной подоплеки ее просто нет они исследуют мир они многих вещей еще просто не знают не понимают и если они сталкиваются с какими такими вещами то скорее всего там просто какое-то детское любопытство и ничего за этим никакого желания скажем так не станет в таком случае нужно просто спокойно без эмоций стыда какого-то да или агрессии объяснить ребенку что он увидел что это такое вот действие скажем так которое происходит между взрослыми людьми когда у них есть друг другу какие-то чувства можно не углубляться не физиологию не во что такое просто закрыть эту тему и лучше контролировать то что смотрит ребенок когда ребенок уже намного старше скажем это подросток то конечно здесь уже разговор может быть более детальным и более таким обширным скажем так рекомендуют все-таки разговаривать с детьми и родителям того же пола чтобы вызывать меньше смущения то есть папам с мальчиками мамам с девочками конечно нужно обязательно узнать в первую очередь как ребенок нашел это видео кто ему посоветовал или он это нашел случайно или он зашел туда как-то намеренно и что он вообще там в этом видео как таковое понял и уже в зависимости от его ответов можно делать выводы потому что нередко бывает что какой-то сверстник посоветовал дай ему посмотреть натолкнул его на это то есть в таком случае можно разузнавать больше об этом друге вообще да и ну таким образом как-то вот эту ситуацию уже вмешаться и конечно обязательно обсудить с ребенком там то что он увидел и самое главное я считаю для подростков это даже дело не в том чтобы объяснить что такое секс как им занимается и так далее и тому подобное а самое главное это то чтобы подросток понял что секс это дело достаточно ответственно и к нему нужно подходить ответственно соблюсти определенные условия в таком случае он будет безопасным и так скажем правильным вот поэтому обязательно нужно разговаривать со своими детьми